ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Да, давайте начнем с определения самовольной постройки. Ну, во-первых, это здания или сооружения, которые построены на земельном участке, который не был выделен согласно законодательству. То есть, по большому счету, нет договора аренды, предположим, на муниципальной земле. Не определены границы земельного участка. Второй момент – это когда назначение земельного участка не соответствует объекту, который на нем построен. Предположим, в промышленной зоне построен торговый центр, либо многоэтажное жилье, либо какой-то индивидуальный дом и так далее. Это все, что касается земельных отношений, да. Дальше, если сам объект построен без согласований, без выданного разрешения, то есть нет документов, которые нам говорят о том, что мы имеем право строить в принципе. Ну и еще один признак самовольной постройки – это когда здание или сооружение построено с грубыми нарушениями градостроительного нашего законодательства. Строительные нормы и правила нарушения. Вопрос безопасности получается, да? Вопрос безопасности, да. Но и у нас, как правило, бывает в проекте одно, по факту другое. В проекте один этаж, по факту три этажа построено. Это будет считаться самовольной постройкой. То есть те параметры, которые были разрешены к строительству, они нарушены. Соответственно, нарушены противопожарные, нормы санитарные и так далее, и так далее. Мы говорим сейчас о крупных достаточно объектах – торговый центр, либо многоквартирный дом, а там вот гаражные кооперативы, кооперативы, где овощные кладовки – это тоже могут быть самовольные постройки? Конечно, могут быть. То есть это и овощные кладовки, это вот когда у нас, знаете, целые ряды гаражных кооперативов, которые построены на земле. Вроде бы выделены по закону, но гаражные кооперативы тоже бывают разрастаются, то ли в шире, то ли в высоту, и поэтому тоже они будут считаться незаконными. То есть это любой объект недвижимости, который так или иначе в любой степени нарушает наше законодательство градостроительное. Ну вот про гаражные кооперативы я помню, была так называемая гаражная амнистия, может быть, лет пять назад началось это всё, да? И город говорил, что давайте, иначе вот мы имеем право снести, вы должны это официально всё оформить. А в остальных случаях все ли незаконные постройки, самострои можно узаконить? К сожалению, нет. Нельзя узаконить те объекты, которые грубо нарушают законодательство в сфере градостроительства, земельных отношений. Ну, ещё один пример, это когда объект строительства заходит за границы земельного участка. Причём заходит так достаточно серьёзно, и что-то сделать ещё с землей уже невозможно, да? То есть получается так, что этот объект необходимо уже сносить. Тоже такие очень часто бывают объекты. Дальше бывают объекты, которые, как я говорил, если в зоне допустимой застройки там три этажа, построили шесть этажей. То есть, соответственно, тоже объект подлежит сносу. Такие объекты не зарегистрировать. По крайней мере, я таких путей не знаю. Все остальные объекты, которые построены либо с нарушением оформительной части, да, то есть согласования разрешения, либо с какими-то нарушениями градостроительных норм, которые можно устранить, все остальные объекты можно узаконить. Правда, это зачастую идёт через судебное заседание, через суд. А это долгий процесс, дорогой процесс? Конечно, это, так скажем, дополнительные затраты для собственника. Всегда рекомендую строить изначально по правилам, иначе придётся выкладывать снова денежку, нервы, силы. Это занимает как минимум от трёх месяцев, и, соответственно, всё зависит от стоимости юридических услуг, пошлины, услуги экспертов по обследованию зданий и сооружений, и, соответственно, всех других экспертов, которые будут участвовать в этом процессе. Вы сказали про экспертов. То есть экспертиза нужна? Суд требует экспертизы? Судье, чтобы удостовериться, что объект соответствует всем градостроительным нормам, экологическим нормам, противопожарным нормам, земельным нормам и так далее, судье нужно понимать, что он действительно соответствует. Она назначает, как правило, судебную экспертизу, в которой ставят основные вопросы. Это соответствие этого объекта нормам, угрожает ли он жизни и здоровью граждан, и не нарушает ли интересы третьих лиц, которые могут участвовать в этом деле. Если эти на три вопроса эксперт даёт положительное заключение, то, как правило, никаких проблем по вводу в эксплуатацию этого объекта не возникает. Судья выносит решение, объект ставится на учёт. Павел, а есть сроки какие-то, в которые нужно пройти вот это согласование? То есть, если есть, например, недостроенный объект или построенный, какое-то время, в течение которого можно это сделать, согласовать его, а потом уже нельзя? На нашей практике такого временного промежутка не наблюдалось. То есть, к нам обращались и владельцы самостроев, которые три года назад построили, год назад построили. Здесь всё зависит от того, насколько было качественно строительство, в первую очередь, сколько нарушений по нормативке и вообще соответствия этого объекта всем нормам и требованиям земельного участка. То есть, сроков давности, когда уже нельзя никак совершенно сделать этот объект законным, такого нет? Нет. Но лучше? Лучше, как всегда, это делать побыстрее, потому что наше законодательство постоянно меняется, постоянно вносятся определённые нормы, требования ужесточаются, то есть, всё ведётся к тому, чтобы с этими самовольными постройками максимально бороться и их в дальнейшем не допускать. Павел, а что обычно делает эксперт? То есть, как происходит процесс экспертизы? Ну, во-первых, эксперт выезжает на объект и полностью осматривает здание или сооружение. Всё зависит от назначения, от того, какие документы предоставлены эксперту. То есть, если собственник не приносит нам абсолютно ничего, то это максимально детальное исследование, вскрытие конструкций строительных, обмерные работы, смотрит, какая планировка, какие конструкции применены, какие материалы использованы. Дальше идут геодезические работы, то есть, в обязательном порядке устанавливаются точки границы земельного участка, обязательно устанавливается, как посажено здание на земельном участке в соответствии с нормами земельного законодательства и градостроительства. Полностью мы это сравниваем с требованиями. Дальше уже всё зависит от того, если есть какие-то конструкции, которые вызывают у нас сомнения, то мы можем полностью их скрыть, посмотреть, те ли узлы использованы, узлы безопасны, либо какие-то необходимо произвести действия. Дальше мы уже переходим в такую, как говорится, камеральную обработку. Сравниваем то, что построено требованием законодательства, градостроительных норм. Выдаём предварительное заключение нашему заказчику о том, что есть какие-то дефекты, которые необходимо устранить, чтобы привести здание в порядок, в соответствии. Даётся определённое время, и заказчик устраняет, если это, конечно, дефекты... Устранимые. Устранимые, да. Устраняет, и дальше мы снова выезжаем, снова проверяем. Если всё хорошо, мы пишем заключение, ответ на те вопросы, которые я вот как раз озвучивал. Дальше он получает уже полноценное заключение, в котором уже расписаны все нормы градостроительства, экология, пожарная безопасность и уже общий вывод о соответствии. И дальше он уже обращается в суд. Либо суд уже назначает судебную экспертизу, где мы все те же самые действия проводим. То есть бывает, что заказчик приходит до суда, бывает, что он уже вышел в суд, и судья назначает судебную экспертизу. Кардинальная разница в этом. И по большому счёту до судебной экспертизы судья может отменить. То есть если у судей возникнут какие-либо сомнения в этой экспертизе, какие-то нестыковки, либо оппонент, другая сторона будет настаивать на судебной экспертизе и говорить о том, что данное исследование проведено некачественно, то судья в обязательном порядке назначит судебную экспертизу. То есть те вложения, которые вы потратили на досудебную, они могут, в общем-то, улететь в трубу. Поэтому мы всегда рекомендуем в первую очередь ознакомиться с объектом. Мы дадим рекомендации, как это сделать в досудебном порядке, либо в судебном лучшем порядке. То есть с этим конкретным объектом как лучше поступить? Конечно, да. Потому что у всех ситуация разная. Судебное заключение, оно имеет, можно сказать, окончательное решение. Бывает, что дополнительные исследования назначают повторную экспертизу. Но, как правило, если эксперт потом в суде защищает своё заключение, то вопросов не возникает ни у суда, ни у сторон. А досудебные могут написать всё, что угодно, в принципе. Юридический вес, он немножко другой, да? То есть у судебной экспертизы к ней больше доверия, вы про это говорите? Да, да. То есть и доверия больше, и судья принимает решение, как правило, именно на судебной экспертизе. Потому что эксперт там уже отдаёт подписку уголовной ответственности. Наши рекомендации, конечно, всегда стараться через суд, чтобы уже не тратить лишние деньги, чтобы исследование было качественным, всеобъемлющим, и вы получили уже окончательный результат. Чтобы уже эти сроки не затягивались, чтобы деньги не тратились, и нервы остались в покое. Юристы работают, подают иски, собирают всю документацию. Предварительно мы уже обсуждали, что с этим зданием необходимо будет сделать, что какие-то дефекты возможно устранить. Юристы ходатайствуют, предположим, о нашей компании. И судья может нас назначить, может других назначить. Это по выбору судьи, да? По выбору судьи, да. Если назначают нашу организацию, то по судебному определению мы уже выезжаем на объект и проводим все те действия, которые необходимо сделать. А бывают ситуации, когда вы проводите экспертизу и понимаете, что вот нет объекта? К сожалению, да, такие ситуации бывают. Нас пытаются уговорить, что давайте мы сделаем всё как нам, да. Заказчику, да, напишем, что всё хорошо, но мы на такое не идём. Мы всё-таки берём ответственность за это сооружение на себя. И в случае каких-то, не дай бог, аварийных ситуаций, в общем-то, заказчик может принести это заключение и сказать, что вот, ребята, нам всё написали, и что вы от меня хотите. Мы так не рискуем. Поэтому мы делаем всё грамотно, честно и советуем нашим заказчикам всегда устранять те замечания, которые мы выявляем в той или иной степени. Это дорогое вообще удовольствие? Скажу так, лучше делать сразу по закону, потому что стоимость оценивается в первую очередь от состояния объекта, от удалённости, от его геометрических параметров и, в конце концов, как оно построено. Цены начинаются от 90 тысяч за объект. Мы не говорим о гаражах, садовых домиках. То есть о крупных каких-то объектах. Да, да. И чем меньше документов, тем, соответственно, больше работы возникает у экспертов. Сами виноваты. Надо было вовремя всё делать, как следует. Да, да, согласен. Спасибо. Павел Рылов, вот такое ответственное отношение у Кировской экспертно-строительной организации. Как вас можно найти? Мы находимся по адресу Московская, 107-Б. Это Московский бизнес-центр, второй этаж. Наш телефон 219-900. Полезный город.